МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Радий Хабиров посоветовал чиновникам потратить выходные на поездки по районам. Для наших министров, для наших заместителей премьер-министров вполне себе хорошее окошко, чтобы такую рабочую историю, мне кажется, надо сделать. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Коля Кувалда. Зачем Николай Валуев приехал в Уфу и о чем он договорился с руководством республики? Очередной раз республика принимает меня. Как животные помогают детям с особенностями развития? В Уфе запускают проект «Анималотерапия». Сереж, покажи самолетик. Вот так, ручки в сторону. Поехали. Раз, два. Держим ручку. В реках Изяк и Уфимка продолжают мониторить качество воды. Напомню, что на прошлой неделе жители Благовещенского района начали жаловаться на массовую гибель рыбы в водоеме. После выяснения обстоятельств оказалось, что причиной стал выброс загрязненных ливневых вод с территории завода «Полиев». Ситуация была взята под контроль. За экологической ситуацией продолжают следить до сих пор. Если подвести небольшие итоги, что важно, что никакой угрозы водозабору и, соответственно, воде и здоровье наших жителей в результате этой истории не существует. Это первое. Второе. Обязательно нужно довести работу по пониманию и оценке ущерба. Насколько я понимаю, руководство компании «Полиев» вполне внятно отвечает с нами, взаимодействует и слышит нас. Поэтому, разумеется, в рамках законных процедур нанесен ущерб они должны восстановить. Просьба, соответственно, этот вопрос тоже проконтролировать. Третье. Я прошу продолжить мониторинг, просто для того, чтобы уже, как говорится, дуем на воду, чтобы этого у нас не случилось. На еженедельном оперативном совещании с ВРИО главы региона Радием Хабировым также обсудили процесс реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ради Хабиров сказал, что видит смысл выделить больше денег из бюджета на строительство и ремонт дорог. Куда бы я ни проезжал, где бы с кем ни разговаривал, первый вопрос, который нам ставят – это дороги, дороги, дороги. У нас в городах и в населенных пунктах дороги очень сильно хромают. Ну, что говорить, если по улице Коммунистической, как будто такое ощущение, на танках там ездили, там ужасная, соответственно, колея. Мы вот в этом году с Уфой поправили, да, получается, за Киевой-Лиди. Но такое ощущение, что в Уфе надо здесь оказать содействие. Столица республики, центральная улица, ну, просто, ну, мне кажется, стыдно. Далее в ходе совещания исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин рассказал об открытии в сентябре первых полилингвальных школ в республике. Это современные школы, где преподавание предметов будет осуществляться сразу на нескольких языках. Помимо школьных занятий будет организовано пространство, где ребенок сможет реализовать себя в какой-либо сфере деятельности и науки. Планируется привлечение талантливых и креативных учителей. Выпускники полилингвальной школы мы хотим увидеть креативного, конкурентоспособного, здорового человека, будущего гражданина как нашей республики, так и страны, который глобально мыслит и ценит традиции, культуру и историю родного края. Свободно владеет русским, башкирским, английским и другими языками. Первые две школы откроются в Уфе. Школа номер 44 уже укомплектована учениками. Сейчас ведется набор в школу номер 162, которая расположилась в микрорайоне Яркий. Всего в Башкирии запланировано создание 14 подобных учреждений. Вот эти 14 гимназий в некотором школе, они в некотором смысле должны стать локомотивами нашего образования. То есть все лучшее, что существует, начиная с кадров, методика, с содержательной работы, надо, соответственно, тянуть через эти 14 гимназий. Поэтому огромное значение идет начало этой работы. Поэтому просьба, мы это не раз обсуждали, с 1 сентября мы должны войти. И с 1 сентября без раскачки эта школа должна себя проявлять, вот как школа 21 века, называйте, пожалуйста. В конце совещания Ради Хабиров отметил, что совсем скоро в республике будут отмечать большой национальный праздник Курбан-Байрам. И это прекрасная возможность поработать чиновникам в этот день и провести рабочие поездки в районы по своим направлениям деятельности. Анастасия Ходик, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Сереж, покажи самолетик. Вот так, ручки в сторону. Поехали. Раз, два, держим ручку. Всю жизнь Сережи Устинова окружают животные. С самого рождения он не расстается с любимым котом. Благодаря нему мальчик научился ползать и ходить, а несколько лет назад открыл для себя ипотерапию. Сначала, когда он был меньше, он не видел лошадь, то есть она для него была слишком большой. А потом, когда он уже подрос, он стал ее видеть, разглядывать, воспринимать. У него только позитивные эмоции, когда он общается с животными. Это новый опыт общения, и это поднимает ему настроение очень. Таких детей, как Сережа, в Башкирии много. Это ребята с особенностями развития. Для них общение с животными не просто дружба, это еще и лечение. Но в России анималотерапия не является официальным методом реабилитации. Чтобы изменить ситуацию, студентка медицинского университета Виктория Лукьянцева придумала проект «Анималотерапия». На молодежном форуме «Иволгана» получила грант в 250 тысяч рублей. Самое важное в реализации проекта – набрать и подготовить специалистов. Именно поэтому мы создаем такую образовательную площадку, где будем обучать волонтеров-медиков ипотерапии, канистерапии, терапии с собаками, чтобы затем они уже могли оказать качественную помощь детям-аутистам, да и не только. Программа обучения будет состоять из семи лекционных занятий. То есть занятия лекционные будут вести тренер-реабилитолог, именно ипотерапевт, кинолог. Он будет рассказывать про такой метод, как лечение собаками именно. А также будут вести Вера, например, она мама ребенка-аутиста, то есть будет рассказывать, как работать ребенком-аутистом. Потом будет вести нейропсихолог, то есть он тоже будет рассказывать про особенности аутизма, чтобы мы не навредили. Идея немалотерапии собирает вокруг себя неравнодушных волонтеров. Многие из них участвуют в проекте, потому что видели реальные результаты от общения с животными. Такая история случилась на глазах у Ирины Поповой в конном лагере, где были и дети с особенностями развития. Был какой-то такой момент, очень важный для ребенка, очень важный для родителя. Был ребеночек с задержкой в речи. И буквально через пару дней, я не знаю, в самокупности, то есть и лошадки, и атмосфера сама позволяла, он у нас начал разговаривать. Непонятно, что-то было понятно, что-то было непонятно, но сама суть, что он начал говорить, начал социализироваться, начал общаться, коммуницировать. Мы просто с мамой плакали вдвоем. Анималотерапия с каждым годом завоевывает все больше доверия. Общение с кошками и собаками оказывает психологическую помощь. Ипотерапия также может быть хорошей тренировкой для мышц. Освоить методы реабилитации, а затем помогать детям могут студенты медицинского и педагогического университетов. Для этого достаточно написать организаторам. Элиза Элич, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Вслед за Стивеном Сигалом и Джеффом Монсоном Уфу посетил еще один тяжеловес. Николай Валуев, боксер, депутат и ведущий детской передачи «Спокойной ночи, малыши». В столице Башкирии у него обширная программа. Так Валуев обсудил с Радием Хабировым открытие школы бокса имени себя. Мы предлагаем ту площадку, которую мы на Камышнике сейчас построили. У нас огромное, вы знаете, спортивное сооружение. Там есть замечательное место для организации занятий боксом. Поэтому я обращаюсь к тренерскому составу, к главному тренеру республики. Посмотрите, если вас это устраивает, то давайте туда. Для молодых боксеров со всей Башкирии Валуев провел мастер-класс. Среди них Нияз Камальдинов. В свои 13 лет он уже бронзовый призер чемпионата Башкирии. Кумиры Нияза – Мухаммед Али и Майк Тайсон. При этом в бокс парень попал случайно. Когда-то свои первые шаги в боксе сделал и Николай Валуев. В 1994 году он встретился на ринге с Дмитрием Барановым, воспитанником уфимского бокса. Спустя годы встреча повторилась. Я точно помню, что это было для меня очень тяжело. Потому что человек с такими физическими данными, преобладающими на много меня. То есть пришлось буквально на силе воли с ним соревноваться. Теперь с Валуевым уже никто не соревнуется. Бывший боксер призывает не стыдиться бедности, осуждает желание бойца ММА Монсона заниматься политикой и борется за экологию. Николай Валуев готов разобраться с загрязнением воды в Башкирии. Есть места в республике, где с 60-х годов прошлого столетия захоронено огромное количество нефтепродуктов. Надо с ними справиться, потому что у людей плохая вода. И все это может попадать в реки. То есть экология, конечно, очень сильно может пострадать. А мы предложили вариант, как с этим можно справляться. Можно и нужно справляться. Какие именно меры будут приняты, Николай Валуев не уточнил. Зато в своем инстаграм он пожелал удачи юным боксерам. Возможно, кто-то из них вдохновится примером Валуева, и уже у них будут брать автографы. Андрей Шарыгин, Рустем Нурешев, Ильдар Каюмов. Городской телеканал ЮТВ. В деревне Башкортостан сегодня отмечают сразу два праздника. Курбан-Байрам и день рождения односельчанки. Без алкоголя. Дело в том, что в этом году деревня решила принять участие в конкурсе «Трезвое село». Деревня Башкортостан одна из первых подала заявку на участие. Республиканский конкурс инициировал в Рио главы региона Ради Хабиров. Жители администрации поддержали идею и намерены даже выиграть. Здесь никто не продает, поэтому это достаточно проблематично. Положительно сказывается это. И мы, конечно же, полностью поддержали этот проект. Сразу же у нас подключились четыре деревни «Трезвое село». Сегодня еще дополнительно еще три. То есть получается где-то у нас семь-восемь деревень поддерживают здоровый образ жизни. Конкурс «Трезвое село» пройдет в два этапа – районный и республиканский. Учитываться будет работа села по пропаганде трезвого образа жизни, а также результаты рейдов по выявлению незаконных точек торговли алкоголем. Стоит отметить, что в рамках конкурса будет оказываться и социальная поддержка. Вот у нас сегодня в исполкоме Курутая будет совещание, посвященное активизации работы горячей линии, касающейся оказания непосредственной помощи по проблемам с лечением, страдающим алкоголизмом, изолированием и так далее. Село «Победитель» получит полмиллиона рублей. За второе место – 250 тысяч и за третье – 150 тысяч. Эти деньги они смогут направить на благоустройство. Кстати, победители первого подобного конкурса, который проводился в 2014 году, свою награду получат только сейчас. Мы, что самое интересное, изучили, на самом ли деле, да, вот те победители, которые у нас были, до сих пор придерживаются, скажем так, тех принципов нашего конкурса. И вы знаете, придерживаются. И это очень дорогого стоит. Это еще раз говорит о том, что этот конкурс будет у нас в республике, да, и имеет очень хорошие перспективы. На пресс-конференции присутствовали представители сферы здравоохранения. По их статистике, в Башкирии смертность в сельской местности гораздо выше, чем в городах. Чаще всего умирают мужчины трудоспособного возраста. Одна из причин – злоупотребление алкоголем. Видят ли в этом проблему уфимцы, мы вышли на улицы города. Ну, слышал, да, ничего хорошего из этого, мне кажется, не выйдет. Ну, потому что кому надо, будут ездить в соседние села. Я вот геолог, знаю просто, в поле выезжаем. В одной селе, сходя закон, все едят в соседние села. Ну, у нас вот сделали спиртное, продают с 10 до 10. Раньше было с 8 до 11, сейчас с 10 до 10. Я думаю, это правильно. Может, еще ужесточить надо сильнее? Нет, не надо. Почему? Хватит. С борьбой против алкоголя хорошо, позитивно. А в Башкирии нужна такая программа? Я думаю, да. Только в селах или в городах тоже? Я думаю, в городах тоже. Все дело в голове и в воспитании. Если наше правительство будет думать о воспитании, сейчас ничего не думает ни в России, ни в Башкирии, ну, то тогда все будет нормально. Это просто для галочки делается. А к чему это может привести, на ваш взгляд? Ну, к чему? 85-й год, все помнят. Вот примерно к этому же и будут приводить. Будут гнать, будут суррогат пить и так далее. Нужна такая программа вообще? Обязательно. Почему? Потому что у нас полнаселение алкоголиков. Кто-то на нервной почве, кто-то просто привык пить. А кому-то нужна любовь, как мне, например. Заявки на участие в конкурсе «Трезвое село» будут принимать до 15 августа. А вот итоги подведут только в марте следующего года. Анастасия Ходик, Андрей Шуняев, Городской телеканал ЮТВ. VPN, сервер и IP. С каждым годом все больше компьютерных терминов переходит из профессионального сленга в разговорную речь. Информационные технологии сегодня одна из самых востребованных сфер. Однако в России вклад IT в экономику страны равен всего лишь 20%. Исправить ситуацию должен национальный проект образования. В июле Башкирия выиграла конкурс на получение субсидий с федерального бюджета. Это значит, что за три года в республике появятся мобильные технопарки «Кванториум» и центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Размер субсидий пока неизвестен. При этом все проекты будут реализованы на условиях софинансирования. 98% выделит федерация, 2% – вклад Башкирии. Так, три мобильных технопарка будут стоить 60 миллионов рублей. Это микроавтобусы, которые будут оборудованы современной техникой. Так они выглядят в Нижегородской области. Какими будут башкирские «Кванториумы» – неизвестно. Зато у них уже есть свой маршрут. Эти машины будут курсировать по тем муниципалитетам, где нет учреждений в основном технического творчества, где не ведется работа по техническому творчеству, где есть такая вот нехватка, и будут обучать детей из отдаленных местностей. В мобильном технопарке дети будут изучать робототехнику, создавать дроны и программировать. Эти автобусы на дорогах Башкирии можно будет увидеть со следующего года. А уже в сентябре должны открыться центры образования «Точка роста». Они будут работать в школах республики – от Обзелиловского района до Янаульского. Всего 133 класса. Сегодня разрабатывается дизайн-проект. Мы обратились в Министерство образования Башкирии с просьбой рассказать подробнее о точках роста и IT-кубах. Однако ответить на наши вопросы ведомство не смогло. Напомним, что за пять лет будет выделено 17 миллиардов рублей на улучшение условий образования в Башкирии. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Как заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн, в будущем до 15 миллионов россиян могут лишиться работы. Особенно это коснется таких профессий, как продавец, охранник или водитель. Это такси-робот. Сложный денек, не так ли? Шейн добавил, что сегодня уже можно наблюдать тенденцию сокращения человеческого труда в сфере услуг. Взять те же банки или, например, супермаркеты без продавцов. А вот, говорит, профессии, где требуется знание, вроде сферы образования или медицины, или те профессии, где требуется сопереживание, тут уж никакой робот не заменит человеческий мозг. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? До этого специалисты из Колково составили список профессий, которые могут устроить к 2030 году. В их число вошли бухгалтер, менеджер по кредитам, копирайтер, корректор, библиотекарь, билетер, оператор колл-центра и даже инспектор ДПС. Внутри меня одни микросхемы. Слушай, лейтенант, знаю я эти ваши микросхемы, ты мне, я тебе. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте труда также сообщили, что несмотря на свою массовость на российском рынке труда, зафиксировали низкий спрос на учителей средней школы, бухгалтеров и средний юридический персонал. Одни пользователи системы обеспокоены такой перспективой, другие относятся весьма скептически. И действительно, неужели какой-то робот сможет заменить всемогущую люду, которая помогает кассиру пробивать товар? Девочки, у кого ключи, мне позицию надо снять! Кстати, пользователи Рунета также поделились соображениями о том, что депутат Госдумы в профессии тоже не слишком востребованная. Ну, во всяком случае у народа. И их тоже можно бы заменить роботами. Сергей Михайлович, разрешите представить вам робота, в памяти которого бюджет Ленинградской области. Добрый день, вы остановите робот. Однако мне кажется, что это очень поспешный вывод. Ведь бездушные машины вряд ли смогут так же внимательно и трепетно относиться к своему народу. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»